Ребята, всем привет! Давно не было блогов, давно я не снимала. На самом деле, у меня просто бомбическое настроение, хотя, судя по моему интерьеру, можно сказать, что я снимаю это видео ночью. Но нет, сейчас время первый час. Встала я где-то 15 минут назад, помыла голову, умылась и пришла к вам. Ну, сделала вакуум, конечно, дренажные кружки, это всё по классике, и пришла к вам. Но погода просто отвратительнейшая. Вставать, открывать глаза не хочется. Плюс ко всему, я вчера ещё очень поздно легла, я зачитываюсь книжки свои новые. Это просто катастрофа в моей жизни. Это пятая часть вот этой серии романов о Кормороне Страйке. Роберт Гелбрейт, господи, это псевдоним Джоан Роулинг, кто не знает, то есть эта книга написана автором Гарри Поттера. Гарри Поттер, господи! У меня вчера был просто мини-праздник, вчера был День народного единства. И также вчера было 20 лет с того дня, как Гарри Поттер вышел в премьеру первый фильм. Гарри Поттер и Философский камень состоял в премьере фильма. Представляете, просто я жуткий фанат Гарри Поттера, прям очень жуткий, я, можно сказать, пищащий фанат. То есть это, знаете, фанат категории долбанутой. И просто моему любимому фильму, первые его части, мои любимые части из фильмов, это Узника с Кабана, мне кажется, как у многих. Я тут очень банально. Но вот первому фильму вчера исполнилось 20 лет. Представляете, он на год, на год младше меня, мне 21. Да, трэш. Короче, это ужас. Я увлажняю лицо, потому что я умывалась и еще этого не сделала. Кстати говоря, я сейчас временно не делаю упражнения роликами, потому что, видите, немножко прыщик вскочил. На самом деле их было больше за эти дни, к сожалению, почему я не снимала, потому что я была вся в прыщах. Вот, наверное, это в связи с менструацией, с того, что я сейчас с гормонами со своими вожусь. Вот, но, кстати говоря, вот этот прыщ вчера был просто гигантским прыщом. И лучшее мое средство от прыщей, которое вообще мне ничего не заменяет, никакие там ваши пластыри новомодные, ничего. Это зубная паста. Не мятная, ни в коем случае не отбеливающая, какая-нибудь, знаете, такая с бережным очищением, для ухода за деснами. В общем, у меня от сплат такая зелененькая с травами была в этот раз. Вот я ее намазала просто прыща, не просто красные пятнышко осталось. Вот, оно у меня, его завтра уже вообще не будет видно. Шикарное средство. Вот. Еще. Какая у меня просто офигенная новость, что у меня сегодня настроение подняло просто вот-высь. Я встала на весы, и у меня с вчерашнего дня, то есть я вчера взвешивалась и взвешивалась сегодня. Почему так часто, сейчас объясню. У меня минус один килограмм, ровно минус один килограмм на весах, представляете, за ночь. Короче, я наконец-то влилась в свою новую систему питания, которую я вам здесь просто интригую вас. И у меня очень долго шло привыкание к тому, что я перестраиваю свое питание. Мало того, что я перестраиваю питание в физическом плане, то есть я меняю как бы время приема пищи, в общем, физическое. Также я перестраиваюсь еще и морально, работаю со своими загонами, работаю со своими комплексами, и прорабатываю то, из-за чего у меня чаще всего встречаются срывы, переедания. Вот это вот все в своей голове прорабатываю, это все, думаю, это все так тяжко дается. Но ничего, как бы нет предела совершенства. Всегда надо смотреть в лучшую сторону, еще, кстати, говорите, что у меня с бровями, они какие-то рыжие. Купила себе новую краску для бровей, и, короче, обычно покупаю себе темно-коричневый, а я тут его не был, его просто коричневый. Ну, просто коричневый и графит. Вообще в линейке краска Эстей, вообще в линейке краски для бровей нету темно-коричневого есть. Графит коричневый и синий-черный, и какой-то еще один. Ну, короче, с цветом я пролетела, ну ладно, поэтому я их немножко закрашиваю. Вот, поэтому вчера у меня прям был такой осознанный день, когда я полностью влилась в систему питания, чтобы не сгладить. Прям вот я его прожила, проработала все свои загоны в голове, кушала тогда, когда мне нужно было кушать, и что самое главное, тогда, когда мне хотелось кушать. То есть, понимаете, у меня прям все так выстроилось, как надо выстроиться. И у меня за один день, за одну ночь, вернее сказать, минус один килограмм в весах. И вы понимаете, я головой-то понимаю, то, что не может быть одного килограмма, то есть это не жир. У меня ушел отек. Вы понимаете, я была отекшая, хотя у меня сейчас не период менструации, ничего. То есть, у меня был отек на один килограмм. То есть, у меня было просто... Я вот так вот на себе таскала один килограмм. Прикиньте, возьмите килограмм гекки, вот так повесьте на себя, и как бы вы достаточно быстро устанете. Это просто лишний-лишний вес. И я такая чего-то счастливая, просто ужас. Ужас, у меня прям прет. Вот я обычно, когда поздно встаю, то есть, да, 12 для меня это поздно, я просыпаюсь вся отекшая, вся некакущая у меня, медное состояние, я не хочу ничего делать, не хочу ничего снимать, не хочу вообще ничего, хочу просто лечь назад. Я никогда не чувствовала себя такой бодрой, просто потому что в моем организме нет отека. У меня ничего, так сказать, вниз не тянет. Организм чувствует себя прекрасно. Я сейчас вот с вами поговорю, пойду завтракать. На завтрак у меня будут мои любимые банановые оладьи с прекрасным, с прекрасным цикорием и вкуснейшим. И вообще, слушайте, жизнь удалась. Прям вообще жизнь удалась. Еще у меня сегодня на планах начать снимать для вас очень классный ролик, который выйдет в осень, где неделя, это возле пятницы. Короче, на следующей неделе он выйдет. Завтра у меня маникюр. Короче, столько каких-то приятных дел, столько приятных хлоптов. Поэтому я не знаю просто. Я просто в восторге, в восторге. Еще, кстати говоря, такая новость. Нас все-таки перевели на дистанционное обучение с концами. То есть были выходные до 7-го числа, до 7-го ноября. Сегодня у нас какое? Господи, 8-го числа. Пятое, что ли? В общем, да, сегодня пятое. Вчера было четвертое День народного единства. Нас перевели с концами на дистант на неопределенный срок. Как бы четвертый курс, то бишь я. Скорее всего, уже в принципе в институт не выйдем, потому что у нас сейчас до зимней... Ой, черканула. До зимней сессии нас не откроют. Это прям вот чисто 100%. А после зимней сессии нам по факту до практики, до такой серьезной учиться всего лишь месяц. И в том году, когда нас как третий курс выпустили в феврале, четвертый курс, короче, остался на дистанции. Вот, потому что им в апреле уже уходить на практику, а потом уже практика апрель-май, и июнь уже идут защиты, экзамены, короче, сессия последняя. Вот, все, выдают дипломы и до свидания. Вольная взрослую жизнь. Вот, поэтому, скорее всего, в институт как таковой я уже не вернусь. Не скажу, что я сильно расстроена, потому что, уж извините, я вот еще раз говорила о том, что мне не нравится направление, на котором я учусь, оно меня раздражает жутко, считаю. Ну, просто, короче, не мое. Ну, вот сейчас ничего говорить. Просто не мое, вот. И все. Поэтому мне чем быстрее, чем безболезнен, тем лучше, вот. Есть, конечно, интересные преподы, есть интересные предметы, которые я слушаю с удовольствием, вот. Но мне ничего не мешает делать на дистанционке, вот. Бася, ты чего там трубочку гоняешь? Иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Шуршишь там по дверью. Что? Глаза горят. Димон, 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 аж, господи. Вот, поэтому напишите мне, как у вас обстоят дела с дистантом. Перевели вас, не перевели. Вот в Москве, я знаю, большинство институтов перевели. Некоторые институты ввели себе доступ по QR-кодам. Извините меня, но мне кажется, это просто полнейшая бредятина. Это какое столпотворение должно быть возле института, да? Чтобы пропускать людей по QR-кодаму. Вот он. Вот он. Ты чего, бодр и весел? Так же, как я. Это какое столпотворение должно быть на входе. То есть это давка, это дополнительная работа охраны, это бедные преподаватели, которым придется как-то, я даже не знаю как. Так, в том году я болела ковидом прямо в период, короче говоря, под конец модуля, в четвертого летом. И так получилось, что у нас группа, в которой есть болеющие ковидом, любого автоматически переводят на дистант. И так получилось, что у нас пары, половина у нас есть пары, была французского языка, которая шла, которая эта пара шла совместно с другой группой. И та группа была на очке, мы были на дистанционке. Ребята, это был трэш просто, это реально был ужас, потому что бедная преподавательница, да, она не знает, она уже была в возрасте, во-первых, она там ничего не понимала в этих компьютерах, там ребята из той группы ей помогали. Но это одновременно надо работать и с очниками, и с дистантниками, тут что-то фонит, тут что-то не работает, тут что-то висит, короче, это был трэш. Я не знаю вообще, как это можно все грамотно распределить, так чтобы ни наши, ни ваши не страдали. Но я очень рада, что наш институт такой фигни не сделал, потому что как бы нет, давайте либо все на очку, либо все на дистанционку, потому что, ну, я считаю, это вообще полнейший, полнейший бред, короче говоря. Вот, поэтому вот такие вот у меня просто офигенные новости, офигенные у меня настроения, поэтому я сейчас иду завтракать с вами вкуснейшими банановыми оладушками и просто, не знаю, настроение мне просто замечательное. В планах у меня сегодня, как я сказала, начать съемку видео, снимать влог, читать книжку и просто отдыхать, потому что до 8-го числа я официально на каникулах в институте. У нас кончилась сессия, пар нету, я официально на каникулах, поэтому ничего не знаю, могу спать до 12-ти, задирать ноги на стену и заниматься полнейшей ерундой. Но так как у нас локдаун, выходить никуда нельзя, так сказать, имеем, что имеем, но я бы не сказала, что я прям сильная жадность. Как же темно, ужасная серость. Я тут, короче, под пледиком в такой красивой постановке смотрю сериал, писала сценарий сейчас для ролика, как говорится, поработал, отдохни, смотрю сериал. И, кстати говоря, в последнее время жутко подсела на апельсины, прям вообще просто на протяжении уже недели, как минимум по одному, давай даже по два, по три, съедаю в день апельсина. Лучше, конечно, тоже не перебарщивать, потому что витамин С всё-таки... Но я, кстати говоря, недавно прочитала статью, я сначала начала есть апельсины, я прям на них жутко потянула, а потом я прочитала статью о том, что цитрусовые, они, короче, способствуют вработке гормона радости, прям как шоколад. Не знаю, короче, правда или нет, но у меня апельсины жутко поднимают настроение. Вот именно, не знаю, в последнее время то ли у меня радости в организме не хватает, то ли витамина С организм просит, но прям вот я... И сразу жизнь становится приятней. Какие чипсы подселяла? Апельсины. У меня вот сейчас апельсины. А вообще жду уже, когда в магазинах появятся хорошие мандарины. Уже как бы начало ноября, сейчас всё должны подвозить, жду Новый год исключительно из-за того, чтобы есть мандарины. Вот так вот. Короче, время уже за полночки, у меня глаза скрываются, я просто, не знаю, не могу оторваться. Прям вот я уже так... При слове, что здесь перси-тысяча страниц, я так ничего продвинусь, я считаю. Вот жутко-жутко мне захотелось кушать, но так как... Есть перед сном, прям вот перед сном, потому что, скорее всего, я уже пойду сейчас спать. Ужинала я восемь, то есть это получается сейчас двенадцать, четыре часа назад, вот. После этого у меня вообще крошки в рот у него. Я захотела есть, вот. Но кушать на ночь для меня сродни смертному греху. Но, как я борюсь с этой проблемой, я заварила себе такой вот некрепкий зелёный чай, вот. Я знаю, что многие говорят, что нельзя пить чай на ночь, что как бы в нём есть тоже кофеин, что это вредит сну, вот. Но я сплю как убита именно после зелёного чая. Но, знаете, это очень некрепкий чай, прям вот буквально там заварка у меня и кипятка дофига. В общем, точно так же, как я кофе пью. Восемьдесят процентов молока, двадцать процентов там чисто кофе. Даже если меньше, просто что ещё кипятком расплавляю. Вот, поэтому либо чай, либо просто чёплая водичка. Маленькими глоточками и чувство голода очень классно противляется, вот. Потому что кушать на ночь, вообще есть, да, что-либо на ночь, это вообще прям такая себе идея. Представляете, сейчас написала мне мой мастер по маникюру, она всегда меня, ну, всегда на клиентов своих, вот, как бы, напоминает им о записи. Я думала, что у меня запись завтра в двенадцать часов, а оказывается аж в шесть вечера. Я прям офигела, я не помню вообще, как я записывалась. Вот, ну, это хорошо на самом деле, потому что погода дрянь, ехать никуда, всё закрыто. Но зато я с утра успею сделать тренировку. Кстати, я не помню, рассказывала вам я или нет. Я сейчас перешла опять на режим тренировки три раза в неделю. То есть до этого я делала мини-упражнения каждое утро, такие, знаете, небольшие мини-тренировочки. Сейчас я опять перешла на свой старый режим, так как я сижу дома. У меня есть на это время три полноценные тренировки в неделю. Вот, то есть я делаю три таких хороших часовых, где-то на двести пятьдесят, на триста калорий тренировок. И потом, как бы, кроме вот этой нагрузки, у меня нагрузки больше нет. То есть каждый день я не качаю пресс. Мне как-то это надоело, и я решила вот так вот немножко поменять свою спортивную рутину. Как бы это и нужно делать, потому что ко всему организму привыкает. Поэтому сейчас, в принципе, очень удачно у меня складывается вот такое развитие событий. Вот, поэтому хорошо, что, на самом деле, запись не на двенадцать, потому что, судя по тому, во сколько я ложусь, во сколько я посыпаюсь сейчас, что режим у меня полностью сбит с этими локдаунами, с этими каникулами. Вот я читаю книги, как бы не тусуюсь в кнопах, но читаю книги, все равно ложусь поздно. Вот, поэтому, как бы, хорошо. Окей, я встану, спокойненько сделаю тренировку, позавтракаю, поделаю какие-то свои делишки, помонтирую видео и пойду спокойно на маникюр. Включение следующего дня. Я собираюсь сейчас сидеть, монтировать ролик. Время, короче, без 20 часов. Я еще не завтракала, потому что я не хочу тренировку делать немножко попозже. Я за собой заметила, что когда я делаю прям, знаете, ну не пару упражнений, а прям такую полноценную тренировку на голодный желудок, короче, я устаю очень сильно, мне просто не хватает, потому что энергии нет. Это логично. Вот, поэтому я сейчас помонтирую, потом пойду, как проголодаюсь, позавтракаю, вот, и потом уже буду делать полноценную тренировку, потом я стараюсь пересхать в душ, и я думаю, как раз еще домонтирую ролик, потому что за один подход это сделать сложно, потому что это долго. И пойду на маникюрчик. Кстати, знаете, какой я вам хочу рассказать лайфхак. Так как у нас сейчас все магазины с косметикой, короче, все закрыто, у меня кончился консилер. Я, короче, лайфхаки из ТикТока убрала, знаете, вот этот вот здесь вот есть верхний, как бы такая небольшая пробочка, что-то типа дозатора и ограничителя, чтобы вы много сразу продукта не вытащили. Я, короче, повозилась с ней, пинцетом аккуратно вытащила, и знаете, этим консилером еще можно пользоваться, там как бы еще самого вот этого пигмента, да, нательного, просто дофига, я так и думаю, блин, сколько же я каждый раз выкидываю продукты и денег, никогда я вот так вот не делаю, потому что, ну, серьезно, сегодня у нас какое-то число, завтра еще все закрыто, то есть магазин может сходить только послезавтра. Мне, как бы, корректор нужен сегодня, мне, конечно, есть еще один, но он поплотнее, мне нужен легкий, мне нужен вот этот. И вообще, слушайте, мне кажется, я им еще неделю-две буду пользоваться, потому что очень много продукта, поэтому, прежде чем выкидывать какую-нибудь такую вот штучку, типа блеяска для губ, консилер, в общем-то, в таких вот тюниках всегда снимайте ограничитель, потому что продукта там реально дофига. Покажу вам свой завтрак. По классике яичница без масла, с сыром, и два бутерброда с авокадо и помидоркой. Сейчас еще часть пью. Субтитры сделал DimaTorzok Все, короче, я садилась на маникюр в своем гигантском куртко-одеяле. На улице, капец, уже, короче, темно. Первый раз в своей жизни на маникюр иду так поздно, обычно я всегда хожу с утра. Вообще не помню, как я записалась на 6, может быть, я перепутала 6 утра и 6 вечера. Я не знаю, короче, ладно, надеюсь, меня там по дороге в темноте никто не ссорует. Просто шикарные-шикарные ногти, шикарный цвет. Прихожу домой, показываю папе, он такой, чем они отличались от прошлых? Я такая, в смысле, чем? Тот нюдовый цвет был в коричневу, а этот в розовину. Что непонятного? Не знаю, ребят, я просто очень люблю на себе нюдовые ногти. Нюдовые просто, это что-то с чем-то. И я очень удачно записалась, представляете, прихожу к мастеру, говорю, давайте напишемся с вами сразу на декабрь. Она такая, у меня ближайшая, ну, точнее, крайняя дата, это 20-е. После 20-е все занято, я такая, думаю, как это? Ну, она нашла окошко на 29-е число, на 10 утра, поэтому прям перед Новым годом пойду обновлять себе маникюрчик. Вот, на этом я свой закончу ролик, потому что я сейчас пойду кушать. Я кушаю в 8 часов, крайний срок, у меня все, после 8 я не ем, абсолютно ничего. Сейчас как раз время 8-й час, поэтому я сейчас пойду покушаю. Мама сварила ему вкуснейший тыквенный суп с сельдереем, суп-пюре, поэтому я быстро пойду его наворачивать, пока он горячий и супер-супер вкусный. Спасибо вам огромное за просмотр, спасибо, что вы со мной встаете, спасибо за ваши подписки, лайки, комментарии, я вас безумно просто люблю, вы безумно заряжаете мне энергией, надеюсь, какая-то часть моей сумасшедшей энергетики также передается и вам, что я вас мотивирую быть лучше, за собой ухаживать, следить за своим питанием, за собой просто наслаждаться жизнью, поэтому я желаю вам всего самого-самого наилучшего, то, что вы у меня просто самые лучшие, и до встречи в новом ролике совсем-совсем скоро. Пока-пока.